Приветствую вас! Вы знаете, вот если прямо говорить о том, что сейчас у вас происходит, да, что на данный момент с вами происходит, то можно сказать так, что с одним молодым человеком у вас незакрещенные отношения имеют место быть, то есть отношения, которые вам, ну, не то чтобы они вас тяготят, они вам нравятся, вы, возможно, чувствуете себя в этих отношениях хорошо, чувствовали, точнее, до конфликта, до ссоры, до расставания, но молодой человек вас, как я понял, вас не любил и был с вами он просто вот так, поскольку, поскольку, то есть у него не было особого желания с вами взаимодействовать, он не был к вам привязан. Соответственно, вы, именно вы к нему испытывали привязанность, и, как мне кажется, именно вы до сих пор все равно испытываете к нему эту привязанность, хотя я думаю, что вы вряд ли будете с этим спорить, просто потому, что вы сами отдаете себе от счет в том, что, ну, вы до сих пор думаете о том молодом человеке, с которым вы расстались. А другой молодой человек, с которым вы в данный момент доходитесь, с которым вы сейчас взаимодействуете, с которым вы сейчас, можно сказать, живете и спите, он, может быть, и не представляет для вас того же значения, что и предыдущий молодой человек, но он позволяет вам чувствовать себя женщиной, позволяет вам чувствовать себя нужной, он любит вас, он ценит вас, даботится о вас, и это то, что вам очень нравится это, то, что вас, я думаю, ну, как бы это сказать, подкупает, может быть, что ли, вот, такая вот, такое выражение, да, подкупает. И здесь важно понимать, что, по сути дела, один мужчина, один мужчина, это тот, кто вам нужен, тот, кто вам нравится, тот, с кем вы хотите быть. Другой мужчина, это, по сути, тот, кто вас устраивает во всем, кто, по сути, это дело и проявляет к вам свою симпатию, кто, кто заботится о вас, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, вы, по сути, зависите от обоих мужчин. Вот, если так вот сказать. Говорит, то вы, по сути, зависите от обоих мужчин. Именно оба мужчины вас привлекают каждый чем-то своим, каждый что-то вам дает. И, собственно, именно по этой причине, по причине того, что каждый из этих мужчин что-то вам дает, вы и, получается, зависите друг от друга. Вы зависите и от первого, вы зависите и от второго. То есть, от первого вы зависите по, по принципу, физическим, я бы сказал, может быть даже материальным, а от второго. А от первого вы зависите по другой причине. Это причина такая, что у вас с ним как бы духовная связь, и вы его еще эмоционально не отпустили. И понятно, что, поскольку к первому мужчине у вас получается зависимость, зависимость эмоциональная, то у второго мужчины, это зависимость материальная. И получается, что ни к одному из мужчин вы чувств, как таковых, и искренних чувств не испытываете. Потому что первый мужчина давал вам что-то для себя на эмоциональном уровне, и вы беспортили, не можете его забыть. Кроме того, второго мужчину вы испытывали, вы использовали, точнее, второго мужчину, именно как средство для того, чтобы забыть первого, а это не очень хорошо, потому что, значит, ну, потому что вы не можете воспринимать второго мужчину как самобытную личность, как отдельного человека. И это то, что вам мешает, то, что не дает вам, по сути дела, нормально, ну, нормально выстраивать взаимодействие с мужчинами вообще. Значит, а что вам нужно делать? Вам по-хорошему надо расставаться с обоими мужчинами, потому что ни один из них не является партнером для выстраивания здоровых отношений, ни один из мужчин не является партнером для полноправных отношений с вами. И каждый из этих мужчин, по сути дела, вовлекает вас в разного рода за их зависимость. Вам надо бы спросить у себя, в первую очередь, конечно, у себя, значит, для чего вы с каждым из них, с каждым из них, для чего вы с каждым из них, что давал вам первый мужчина, что давал вам второй мужчина, и, собственно, вам необходимо вот эти вот определенности, все, которые у вас реализуются сейчас через этих мужчин, вам необходимо удовлетворять самостоятельность. И таким образом вы будете независимы, таким образом вы обретете самостоятельность, и, собственно говоря, как таковой проблемы зависимости у вас не будет. Вас тянет к одному, потому что вы с ним себя как-то ощущаете. И вас тянет к другому, потому что с другим вы тоже что-то ощущаете. Но ощущаете его для себя, а вот стремление сделать какого-либо мужчину счастливым, и счастливым, безусловно, без вреда себе, при этом не реализуя с кем-либо свои собственные желания, а именно вот позиционируя себя как, собственно, в достаточную личность. У вас нет. И для того, чтобы помочь вам, необходимо разбираться с вашими потребностями, и каждую потребность учиться удовлетворять, реализовывать самостоятельно. И вот тогда вы наконец-то в себе и разберетесь. А до тех пор, пока вы руководствуете столько лишь своими потребностями, пока вы руководствуете своими желаниями, а то и влечениями, то есть желаниями, которые не представлены в сознании. Вот, собственно, до тех пор у вас будет такая ситуация, до тех пор у вас будет такая вот неприятная дилемма получается постоянно. Ну, а это негативно сказывается на вашей нервной системе и на психическом здоровье тоже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!